Так женщина после неудачно сложившихся в брачных отношениях повторно выходит замуж. Если отбросить в сторону малоприятный бюрократический процесс смены документов и взглянуть на этот вопрос с точки зрения эзотерики. А я не занимаюсь эзотерикой. Что такое эзотерика? Там нет никаких законов. Что хочу, то и говорю. Вот и эзотерик. Понимаете? Я основываюсь на священном писании. Вы меня с тем не путаете, мои хорошие. Насколько целесообразно, выходя замуж, входя в новый род, брать вместо старой новую фамилию мужа? Как отразится смена фамилии по отношению к дальнейшей судьбе человека, да и собственно семейной отношении к будущему? Лучше брать фамилию мужа. Потому что ты замужем, значит ты должна его фамилию иметь. Ты стать должна его человеком. Веды говорят, что когда женщина уходит из семьи родителей, она идет в семью мужа, то родителям она уже не принадлежит. Она принадлежит мужу. Фамилию надо поменять опять на свою, как было, если разошлась. Просто понимаете, слово разошлась в ведах, это не самый лучший вариант в жизни вообще. Сошлась, разошлась. Обезьянки тоже, они сначала на одной веточке с одной сексом позанялись, на другой веточке с другой. Но мы не обезьянки, понимаете? Поэтому человек особое наказание получает за то, что он не выполнил волю Бога, не живя близким человеком. Особое наказание. Жить тяжелее становится после этого. Поэтому лучше всего для себя решить, что больше я не расхожусь. Надо учиться, отношения строят. Люди обычно от чего страдают? Они пользуются отношениями сначала. Представьте, отношения воняют все больше и больше, а потом говорят, мы несовместимы. Ну, допустим, вы, допустим, ходите в штанах и не стираете их. Они воняются больше и больше, эти штаны. Потом говорите, мы не совместимы с этими штанами. И выбрасывайте. Потом следующие штаны. Так дальше. Это способ жить, нет? Ну, так же стирать надо отношения. Надо каждый день раскаиваться в том, что ты сказал близкому человеку. Каждый день прощать, просить прощения, учиться правильно относиться, учиться не требовать от него, а служить ему. Понимаете? Нужно очищать отношения. А мы часто и копим, копим тяжесть сердца. Потом говорим, мы несовместимы, и разводимся. Почему так происходит? Нет культуры. Мы не знаем, как строить отношения. У нас нет культуры. Понимаете? Живем как придется. Продолжение следует.